Час депутата. Это 30 минут новостей о работе главного выборного органа Ланде, а значит и о нашей с вами жизни. Студия Левтина Дармаева. Здравствуйте. Продолжение следует. 17 народных избранников рассмотрели 17 вопросов. Один из них – дата выборов одного мэра и 30 депутатов. Единогласным решением горожане пойдут на выборы 8 сентября. Старт дан. Суббота 19 июня. Старт выборный. Можно выдвигаться. Официально выдвигаться. У нас самовыдвижение будет от партии. Уже в общем-то движения все идут, подготовка идет. Ну а официальный старт сегодня мы объявили. Помимо официальной даты утвердили и предлагаемую законодательную инициативу. После решения народного хурала в администрации Улан-Удэ может появиться новая должность. Заместитель руководителя аппарата, проще говоря, управляющий делами. Также поменяется и название должностей. С 9 сентября заместители руководителя администрации станут замами мэра. Изменялись названия должностей, так как мэр города Улан-Удэ с 8 сентября, то есть 9 сентября 2019 года возглавит администрацию города. Городской совет он будет работать самостоятельно. Мы говорим с председателем горсовета. Заметим, что зарплата переименованных чиновников останется без изменений. А нововведения никак не затронут бюджет республики. Желающие попасть в муниципальные депутаты уже успели представить свои планы на суд общественности. Их пригласили на первый форум «Город для людей», который прошел в Улан-Удэ. К слову, там же родилось новое общественное народное движение с одноименным названием. С какими идеями идут сегодня на выборы и поддержали ли создание новой организации власти? Пять дискуссионных площадок и несколько десятков презентационных стендов в белых шатрах обсуждали проблемы от урбанистики до озеленения. На баннерах кандидаты в муниципальные депутаты расписали, какие проблемы есть на их округах. У нас главное для центра это нагрузка, в том числе автомобиль. Я, кстати, вот видео должен. Можно смотреть параллельно. Чего мы хотим вообще? Мы хотим, чтобы каждый двор, в принципе, особенно в центре, но можно и во всем городе, был оснащен табличками жилая зона. Все это Оршан, это дорога. Это дорожная тема. Ну а все остальное, площадки, доступ, водоснабжение и электроснабжение, за пять лет практически все совершили. Где появилась вода, свет и так далее. Благоустройство. В социальных объектах немножко не хватает. Дороги, школы, детские сады, вода и благоустройство дворов. Такие вопросы озвучивают и в городе, и на селе. Если в районах, в рабочих поездках удается услышать проблемы напрямую от жителей, то в столице такой форум – возможность знать, что волнует горожан. Вопросы все известны, но сейчас вот этот форум и предложения кандидатов, которые в городсовете, позволяют их рейтинговать, которые наиболее важны. Понятно, что мы все сразу не осилим, но выбрать наиболее важные и на них сконцентрироваться – это как раз возможность именно в рамках этого форума. Вообще, в рамках прямого диалога с людьми – это установка приоритета. Приоритеты расставляли и на дискуссионных площадках. В «Зеленом городе» говорили о том, что ответственность за внешний вид Уанде должны нести и сами жители. Берите пример с меня. Заброшенный сквер мы сделали шикарно. Приходите к нам в гости маленькую Бурятию. Благодаря, кстати говоря, Алексей Андреевич помог нам с очень серьезной штукой. Мы сделали безбарьерную среду благодаря этому. И очень важно, чтобы каждый понимал, что его личная ответственность за то место, где он живет. В инициативе жителей своим опытом делились то, сообщественники и даже представители велоспорта Бурятии. В итоговую резолюцию, кроме основных вопросов, было решено включить и создание общественного движения. Идея возникла спонтанная, поскольку формат мероприятия предполагает активное взаимодействие органов власти с жителями, наша конкретно площадка с инициативными гражданами. Поэтому мы выработали такое предложение к вам, чтобы создать совместно с активными жителями города, общественниками, тосовцами, общественное народное движение «Город для людей» по названию сегодняшнего форума. Как вам это предложение? Поддерживаем. Во время подведения итогов форума об этой идее узнал и Игорь Шутенков. Прозвучало на площадке, я прям даже предлагаю далеко не уходить и прям здесь решить, нужна ли нам такая инициатива, нужно ли нам такое решение. Давайте будем считать, что именно это решение уже принято. Оформляем ее в резолюции. Я благодарю всех за плодотворную работу. Мы с вами все единомышленники, цель у нас одна – сделать город Улан-Удэ городом для людей. В резолюцию форума включили несколько десятков идей. Например, согласовывать новые общественные пространства будут с привлечением профессионального сообщества и бизнесменов. Улан-Удэ хотят провести фестиваль стрит-арта, будут развивать общественный транспорт. Реальные итоги дискуссии можно будет узнать уже в августе. Тогда будет проведен еще один форум «Город для людей». Одной из главных тем форума было развитие Улан-Удэ. Жителям столицы не хватает инфраструктуры, качественного общественного транспорта и тенистых мест отдыха. Вероятно, что последняя проблема решится скоро и в следующем году город будет покрыт зеленью. Все потому, что этой весной у нас высадили огромное количество саженцев. Столько деревьев и кустарников одновременно в Улан-Удэ еще не сажали. Старт компании дали на площади советов. Далее грузовики с зеленым материалом разъехались по паркам и дворам. Такой масштабной акции по посадке деревьев в городе еще не было. Тысячи улан-Удэнцев надели рабочие костюмы, перчатки и вступили в ряды участников всероссийской акции «Зеленый город». Мы своим коллективом, свыше 40 человек пришли, все довольны, принимаем участие. Народа очень много, все веселые, энергичные. Мы посадили розы, кулический чай, посадили еще другие акации, кустарники. Свыше 80 кустов мы посадили, я думаю. Но розы приживутся? Ну, с хорошим настроением у нас и будем ухаживать, поливать, все приживется. Несмотря на непривычные для нашего города виды саженцев, вероятность их долголетия велика. Над этими сортами работали ученые БНЦ. Вывели неприхотливые и морозоустойчивые деревца, которые привыкли видеть на югах, но и в Сибири они не пропадут. Это абрикос сибирский, да, мы садим здесь, садим здесь ель голубую, вот здесь вы сейчас видели, можжевельник садим, и есть такая, значит, роза парковая. И вот это как раз вот эти саженцы должны показать декую картинку, чтобы она была красивой, чтобы она красиво цвела. У них период цветения разный, и поэтому я думаю, что здесь будет очень красиво. Наряду с горожанами лопатами работали представители власти. Как говорит Игорь Шутенков, толк он в этом знает, потому что на садовом участке у него растут все виды хвойных бурятий. Они будут высажены не только вдоль дорог, но и на территории садиков, школ, других социальных объектов. Здесь понятно, кто будет за ними хаживать. При домовых территориях тоже понятно, то жильцы и управляющие компании. А вот все, что будет находиться на муниципальных территориях, вдоль дорог, вдоль магистральных улиц, это мы берем на себя. Озеленяли улицы не только в центре столицы, но и по всему городу. Еще одно место, где дружно потрудились улан-уденцы – улица Пристанская. Сегодня жителями совправляющей организации «Рос» высажено 100 саженцев старника, деревьев. Все жители активно приняли участие в посадках. В общей сложности по городу высадили порядка 14 тысяч саженцев. Но и на этом работа не прекратится. А жители улиц Толбовая, Дальневосточная и Павла начали озеленять свою округу еще в прошлом году. Там посадили сразу 300 саженцев яблони. В этом году цветущая аллея уже радовала взор. В этот раз решили добавить несколько десятков деревьев взамен погибших и продлить аллею. Пока взрослые не выпускают из рук лопаты, малыши старательно поливают хрупкие деревца. Яблоневая аллея от улицы Павлова до Дальневосточной появилась в прошлом году по инициативе депутата округа. На сегодня большинство деревьев прижились и расцвели. А на месте тех, что не пережили зиму, садят 24 новых. Сейчас проведем прополку, вот эти околосфольные круги подправим, удобрения где-то немножко добавим, наверное. Досадим вот эти сломанные, побитые саженцы и польем. В этом году, смотрите, уже часть саженцев уже расцвела. А на будущий год, я думаю, вся вот эта яблоняя аллея будет очень уютно, красиво. То, что было на месте аллеи раньше, страшно вспомнить, говорят местные. Благодаря депутату на участок направили 15 миллионов из городского бюджета. За то, что нужды округа были услышаны, Владимир Тулонов благодарит администрацию города. Сейчас улицу заасфальтировали, осветили и озеленили. Музыка заиграла, давай скорее собираться. Ага, а почему? А чтобы у нас красиво здесь было, чтобы зелени побольше было. А расскажите, как раньше здесь было? Ой, раньше лучше не вспоминать. Один песок, камни ухабы. А сейчас у нас мы вообще наслаждаемся дорогой. Спасибо Владимиру Иннокентьевичу. В позапрошлом году сделал асфальт, тротуары. В прошлом году Владимир Иннокентьевич решил эту аллею посадить. Мы все вышли, все, которые ветераны, дети, соседи, все выходили, мы все посадили. Поддержали идею? Депутаты. И нынешний субботник уже третий в этом году. Вырывают сорняки, убирают мусор и заботятся о яблонях здесь постоянно. В прошлом году мы высидели, взяли шествия над этим участком, ухаживали, поливали, пропалывали, зиму, зимний период оберегали. Еще пару лет, наверное, вот эти яблони, они, вот если уже за один год они взялись, уже расфили, ну, будет уютно, достаточно уютно. Ну, а после плодотворной работы тружеников накормили солдатской кашей. Вкусно? Нормально. Очень нормально. Пусть? Озеленяют свой микрорайон и жители аэропорта. А какие необычные растения посадили неравнодушные люди и кто им помогал, расскажем в следующем сюжете. Сибирская сакура, жимолость и миндаль. Такие необычные растения решили посадить жители района аэропорт. И этот выбор не случайен. Они же цветут, цветущие. И уже адаптированные к нашим погодным условиям, природным, будем говорить. И не требуют такого, ну, как нежного отношения. Поливать, любить растения, ухаживать. И они отблагодарят нас своей красотой. Поливать и ухаживать за своей красотой будут не только взрослые. Дети тоже настроены. Серьезно. Растения поливаешь? Да. А посадили уже? Пока еще нет. А что будете садить? Деревья. А ты потом будешь за ними ухаживать? Буду. А как будешь ухаживать? Так как. Обуковенно. В этом году высадят почти 100 деревьев. Но этого мало. Саженцы в городе разлетаются, как горячие пирожки. Также радует, что у нас в городе очень много высаживается в этом году саженцев. В советском районе порядка уже 12 тысяч высадили. Ну вот и мы тут еще добавляем. Порядка 100 деревьев мы высаживаем. Хотелось бы больше, но ажиотаж на деревья в этом году. Поэтому успели купить только такое количество. На этом посадка деревьев на округе не закончена. Следующий на очереди соседний двор. Такая же работа по озеленению шла и в окрестностях 44-й школы. В роли садоводов выступили ученики. Для них подготовили больше сотни саженцев и чернозем. Все ли получилось, знает Батый Ломбаев. К акции в 44-й школе готовились заранее. За день подготовили лунки для саженцев и завезли чернозем. После линейки дружно приступили к работе. Кто-то носит воду, кто-то землю. Школьники уверены, что растения на новом месте приживутся. Как думаешь, приживется саженец на новом месте? Если мы будем за ним ухаживать, конечно, приживется. Будете ухаживать? Да, будем. В этом году в школу завезли яблоню и хвойные саженцы. Организаторы акции считают, что город необходимо озеленять. Акция «Посади дерево» очень, я думаю, считается своевременной и нужной. Потому что то, что у нас на городе все посажено, это наследие Советского Союза. После, в постсоветское время, ну, как говорится, сажали, но мало. Всего на пришкольном участке высадили 120 саженцев. Теперь главная задача – следить за растениями и вовремя поливать. Засияет яркими красками 18-й квартал столицы. Тысячи цветочных саженцев в ближайшее время украсят все дворовые территории и микрорайона. Рассаду цветов там подарили всем желающим. Роман Попов продолжит. Вот уже пятый год на площадке спорткомплекса «Юность» проходит день квартала. Для местных жителей стало доброй традицией собираться вместе, подводить итоги года и просто хорошо проводить время. Часто мы вот стараемся жителей радовать, моя команда, поэтому мы стараемся периодически данные мероприятия проводить. Вот. И сегодня мы дарим честь благоустроиться нашего квартала, значит, замечательную рассаду и чтобы наши дворы 18-го квартала были еще красивее. В ближайшее время будет благоустроено порядка 27 дворовых территорий. Это будет асфальтирование, озеленение, детские площадки. Вот. И, конечно, максимум для наших простых жителей. Для украшения своих придворовых территорий жители 18-го квартала получили более 10 тысяч цветочных саженцев, чтобы сделать округ еще краше. Я вообще считаю, что 18-й квартал один из самых лучших. Квартал в нашем городе самый чистый. Ну, нам есть с чем сравнивать. Мы жили 6 лет на ПВЗ. Ну, это, конечно, небо и земля. Здесь у нас всегда чисто убираются. У нас нет проблем с мусором. Люди дружные. Люди, да, очень дружные. Очень спокойный район. Также для всех присутствующих организаторы провели розыгрыш лотереи. Самые удачливые выиграли бесплатные путевки на базу отдыха. Прошел и праздничный концерт. В общей сложности в Ланде высадили около 15 тысяч саженцев. Пока говорить о том, сколько прижилось рано, ближе к сентябрю специалисты горлесхоза проведут ревизию. Пока же нужен должный уход. Деревья на магистральных улицах и в парках поливает специальная служба. Во дворах этим должны заниматься управляющие компании. Помогать нужно и самим жильцам. К слову, во всех парках города высадили и цветы, а еще там открылся парк здоровья. В юбилейном имени Орешкова и Жанаева с начала лета можно заниматься ушу, танцами и слушать духовой оркестр. Причем все это абсолютно бесплатно. С открытия такой сезонной площадки в микрорайоне Восточный. Следующий материал. Парк здоровья в нашем городе реализуется уже четвертый год подряд и зарекомендовал себя у горожан с позитивной стороны. Мне очень нравится, когда проходят такие мероприятия, когда людей привлекают к культуре. Это облагораживает людей, делает добрыми и счастливыми. В парке имени Жанаева с мая по сентябрь по утрам будут проводиться массовые зарядки, работать спортивные площадки различного направления, ушу, гимнастика, скандинавская ходьба и многое другое. В здоровом теле, здоровый дух. Будем больше двигаться, будем дольше жить. Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья. И самое главное, принимайте самое активное участие. Зовите друзей, соседей, детей, внуков, родителей на зарядки и на все мероприятия, которые проводятся в этом парке. Помимо спортивных мероприятий в парке планируют проводить и культурные программы. В городских парках в этот летний период с утра до вечера мы организуем концертные программы. Перед гостями и жителями столицы нашей республики выступают лучшие городские коллективы. Работает муниципальный, наш знаменитый муниципальный духовой оркестр. Ну и, конечно, наши творческие исполнители. Напомню, ранее проект «Парк здоровья» уже был открыт в юбилейном и Орешково. Особенно любят парки здоровья пенсионеры. Они выходят рано утром на зарядку и каждое воскресенье танцуют под песни своей молодости. Поэтому в этом году и Всероссийский день здоровья решили провести активно. Спартакиада собрала несколько десятков бодрых телом и духом. Для нас день здоровья, для них праздник спорта и души. Именно так между собой прозвали соревнования студенты университета знаний. Эти зажигательные красотки называют себя исключительно девчонками. Здесь им всем 15 с хвостиком. Они не типичные старушки, а дамы в самом расцвете сил. Их оптимизму и бодрости позавидует любой школьник. Каждую весну своим дружным союзом они собираются на площадке геронтологического центра. До них этот день – целое событие. Наши ветераны, которые занимают очень активную жизненную позицию, которые уже не первый, как говорится, год занимаются в этом университете, занимаются скандинавской ходьбой, занимаются гимнастикой, занимаются прикладными видами спорта и, в общем-то, бодры, жизнерадостны. Вы видите по их настроению. Жизнерадостностью от них веет за версту. Да так, что мужчины устоять не могут. После динамичной разминки девчонки принимаются за активный спорт. Программа у них очень насыщенная. Все конкурсные испытания придумывают сами, подбирают индивидуально. Без конкурса красоты никуда. Сегодня они королевы равновесия. А пока соперницы пытаются удержать равновесие, конкурентки разминаются перед другими испытаниями. Ну и какой же праздник без танцев? Знаете, такая радость в душе, такая свобода. И вот знаете, что ты не один, что у тебя столько много друзей и что ты кому-то нужен. И как бы сказать, ну что ты не один. На пенсию уже 4 года. И мне очень-очень хорошо с моими друзьями и подругами. Друзья и продруги переходят к дартсу. Здесь зоркий глаз не подводит опытных девушек. В яблочко они попадают с легкостью. Ну скажите, почему вы такая меткая? Ну, не знаю. Как сказала, глазки стреляю, руку держу на пульсе, да? Дальше участниц ждет простыньбол. И здесь плоховать нельзя. Правила игры, на первый взгляд, кажутся очень простыми. Мяч нужно поймать простыней. Хочу пожелать всем здоровья, всем пенсионерам, чтобы не сидели дома. Потому что дома, это можно сидеть каждый день и каждый вечер. Надо быть на позитиве в том плане, чтобы как бы не застаивались наши, наш головной мозг не застаивался. И чтобы здоровье было, надо помогать внукам, правнукам. Я не знала заранее, это только игра. Парам, парам, пам, пам. У Ланде завершился традиционный футбольный турнир «Кожаный мяч» на призы депутатов Ланденского городского совета. Кто стали победителями, кто представит город на республиканском этапе, расскажем в нашем следующем сюжете. На протяжении трех дней юные футболисты Уан Уде соревновались в трех возрастных категориях. По итогам игр в младшей группе победу праздновали ребята из 26-й школы. В средней первое место забрали спортсмены из 49-й СОЖ, а в старшей группе все лавры почета достались футболистам 19-й школы. Турнир хороший, мне понравился. Каждый год его проводят, ну, так скажем, турнир каждый год. Ну, лучший игрок стал. Ну, мне понравился этот турнир. На всех этапах соревнований за выход в финал боролись более 300 команд и 4,5 тысячи юных футболистов. С каждым годом турнир становится более массовым и популярным. Дорогие ребята, самое главное в этом турнире – закалили свой характер. Вы научились любить этот вид спорта. Вы проявили самоотверженность, вы проявили целеустремленность в достижении целей. Это очень важно, это очень пригодится вам в жизни. Призеров и победителей турнира наградили грамотами, медалями, кубками и ценными призами. Все три команды, занявшие в своих подгруппах первые места, будут отстаивать честь нашего города на республиканском этапе в начале лета. И от спортивных побед к творческим. Мы ищем таланты. Конкурс с таким названием в Улан-Дэ проводится уже четвертый год подряд. Для дошколя до учеников начальных классов это настоящая минута славы, где они могут показать себя и получить такое важное признание. Такие детки радуют своим творчеством горожан четвертый год подряд. На конкурсе в фестивале мы ищем таланты. 170 участников, все дошкольники и ученики начальных классов. Они прошли проверку профессионального жюри. Это вклад в развитие культуры. И мы находим тех детей, которые хотят учиться музыке. Ну и, конечно, талантовых детей мы находим очень-очень много. Маленькие звезды зажигают на большой сцене, не стесняясь. А все потому, что для них нет преград. Танцуют, поют, читают стихи и дарят хорошее настроение. Преподаватели, как верные соратники, поддерживают малышей. Ведь большинство вышли на публику впервые. Опытные педагоги знают, что без поддержки в этом деле победы не добиться. Конечно, всегда, когда они выходили, страх. Страх, что что-то сделать не так, что их наругают. Но когда они заходят со сцены и говорят, что вы молодцы, все правильно сделали, они довольны, счастливы. Столько улыбок, глаза горят, но это дорогого стоит. Бесценные эмоции и детская радость. Конкурс не оставляет равнодушным никого. Здесь нет проигравших. Каждый из них унес свой главный приз. И это опыт. Возможно, сегодня перед нами выступали будущие звезды мировой эстрады. Я напоминаю, в эфире ТВКОМ была программа «Час депутата». 30 минут важнейших новостей из главного законодательного органа городской власти. В студии работала Альфтина Дармаева. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова